Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Прежде всего, хочу поблагодарить вас за ваши комментарии, которые вы мне писали в последние буквально три или больше дней. Лена, куда пропала? Все ли у вас нормально? Живы ли вы? Здоровы ли вы? В общем, мне это очень-очень приятно! И я решила снять хоть небольшое, но все-таки, видео рассказать немножко наших новостей, что мы сделали, что собираемся делать. Ну, в общем, я решила с вами пообщаться, ну и, конечно же, показать наш уже обновленный дом. В общем, как всегда, все спонтанно, безо всякого макияжа, безо всякой подготовки. В общем, давайте расскажу и покажу. Вот за спиной вы у меня видите наш обновленный дом. Теперь это уже практически конечный результат. Осталось сделать вот цоколь, но это, скорее всего, уже будет весной, потому что погода у нас меняется. Я просто выскочила на улицу, сейчас вот такой ветер дует, опять польет дождь, у нас прям погода тропическая. Идут ливни, причем такие мощные, сильные ливни. Вроде бы-то осень, а ливни летние. Не очень холодно на улице, но иногда очень ветрено и очень-очень дождливо. Только выглянет солнышко, думаю, ну вот сейчас просохнет немножко земля, и надо будет идти убирать остатки урожая в огороде. У меня еще кабачки растут, помидоры. И вскапывать огород, перекапывать. Но погода совершенно не дает это сделать. И я так махнула рукой и сказала себе, ну что же, удастся вскопать огород, хорошо. Не вскопаю, вскопаю весной. У нас земля мягкая, так что даже если и не вскопаю, можно будет сажать прямо в эту землю, потому что земля здесь, друзья, как пух. Вот. Ну, давайте покажу и расскажу, что же я сделала. Немножечко о вязании покажу. Плед продвигается. Вот. Еще одну штучку сделала интересную, которая называется ловец снов. Ну, в общем, по наитию. Что придет на ум, то вам и поведаю. Может быть, что-то забуду. Но давайте расскажу сначала вот об этой облицовке нашего дома. Как я ее делала, что я делала. Давайте расскажу подробнее. Итак, друзья, посмотрите, какой красивый становится наш дом. Вот я показываю входную дверь. Все уже покрашено. Все уже облицовано. Значит, облицовка караед не совсем у меня получилась. Но все равно, друзья, денег много, очень много сэкономлено. Я уже как-то снимала видео и приблизительно считала, сколько стоит просто оштукатурить дом. Я уже не говорю под декоративную штукатурку караед. Я уже не говорю про вот эти дизайнерские углы. Про вот эти отливы или, как это называется, откосы в окнах. Все я делала своими ручками. И потом, конечно, красила. Все вы помните вот эту декоративную плитку из гипса. Естественно, этот материал пористый. И, конечно же, если это для улицы, то нужно все это дело, все эти поры в плитке закрывать. Недавно, совершенно недавно, я узнала, что есть и влагостойкий гипс, но он очень дорогой. Тысяча рублей, по-моему, 40 килограмм мешок. И то его еще нужно найти. Но я не собиралась его искать, потому что плиточка у меня уже была готова. И я решила использовать то, что у меня было. Этой же плиткой я облицовывала и в доме. И уже добралась до терраски. В терраску тоже зайдем. Я вам там тоже покажу, что мы с Лешиком понатворили. Итак, вот эту декоративную плитку из гипса я сначала покрывала краской. Лешик покупал. А потом тоже привозил лак яхтный. Это которым красят яхты. И я сверху еще покрыла этим лаком. И вот теперь получается очень такая гладкая поверхность. И вода туда как бы не попадает. Я уже даже наблюдала. Дождей было много. Вода просто скатывается с этой плиточки. И я думаю, что она хорошо будет держаться и зимой, и летом, и когда угодно. Вот здесь просто заштукатурила. Мы сначала с Лешиком хотели сюда купить такие водоотводы. Водоотливы, да? Металлические. Но потом я поняла, что очень красиво смотрится вот покрашенное. Посмотрим, как это будет. Не будет ли разрушаться. Их купить никогда не поздно. Если все будет хорошо, то обойдемся и без них. Ну, потому что под такой цвет найти эти металлические отливы, да, очень сложно. И я думаю, что Лешик там находил вот такие темно-коричневые в Леруа Мерлен. Вот такого же цвета. Вот прям вот такого же. Но, не знаю, я говорю, Леша, пока не покупай. Вот пусть постоит годик, зиму. Посмотрим, что будет. Я бы здесь еще вот один разочек прошлась бы лаком. Плитку не стану обрабатывать лаком. А вот эту вот часть еще раз пройдусь лаком, и все будет хорошо. Вот. Я знаю, что вот эти откосы, когда заказывают пластиковые окна, они очень-очень дорогие. Вот пошлись материалом собственного производства. Вот так вот я все облицевала. Видите, вверху, внизу. Сделала вот такой вот небольшой дизайн плиточкой. И получилась вот такая красота. Здесь тоже покрывали штукатуркой караэт. А штукатурку потом красили фасадной краской. Я вам уже о ней рассказывала. Покупали колер. Колеровала я эту краску. И теперь тоже здесь, ну, как бы защищена стена. Вода не поступает. Дождевая вода, там влага. И я хочу сказать, друзья, я до сих пор в доме не включаю отопление. Мне кажется, что вот это штукатуривание пристройки очень-очень утеплило дом. То есть тепло в доме сохраняется. Дом у нас деревянный, бревенчатый и очень-очень теплый. В том году, кстати, уже скоро будет год 8-го числа, 8-го октября. Будет ровно год, когда мы привезли сюда мебель. Нам разрешили до сделки привезти мебель сюда. И 16-го октября я уже получила ключи, рассчиталась за дом. И вошла 16-го октября прошлого года первый раз в наш дом. Так что вот смотрите, сколько за год мы сделали. И сколько еще предстоит делать. Приезжал Лешек. Вот этот фронтон, вот это все вверху. Во-первых, там он уголок покупал деревянный. Обрамление, видите, как красиво. Вот прям как будто новая крыша стала. Все он там прокрасил. Вот здесь вот тоже дорабатывал. Вот эти вот места тоже покупали. Вот уголок, видите, прям домик шкатулочка стал. И все, Лешек вот это прокрашивал. Друзья, как же мы... Мы красили даже во время дождя. Дожди не давали нам спокойно поработать. Но очень красиво смотрится домик, согласитесь. Напишите ваши комментарии. Опять же, все своими руками. Останется мне заштукатурить цоколь. Это уже, скорее всего, буду делать весной. Вот здесь тоже отрыть вот этот цоколь. Здесь будет грунт выниматься. На землю Лешек будет покупать специальный геотекстиль, чтобы сорняки не росли, засыпаться щебнем, песком. Ну, в общем, все по технологии. И потом только будем укладывать плиточку, которая у нас уже куплена. Так, давайте сейчас пройдем. Это вот окошко. Это ванная. Вот так вот я сделала. Ну, потому что оно маленькое. И чтобы как-то соблюсти пропорции, вот так вот я это все сделала. Так, здесь тоже уголком вверх Лешек украсил. И все покрасил потом это дерево. Дерево здесь было не покрашено фронтоном. Это окошко тоже у нас два окна в ванной. Вот так вот я тоже сделала. Здесь тоже откосы вот эти. Все здесь красивенько вот так вот сделано моими ручками. И тоже все покрыло лаком. Вся плитка покрыта лаком, друзья. Думаю, что будет хорошо зимой. Здесь цоколь оштукатурен. Успела до дождей. В общем, вот так выглядит наш домик. Вот и посчитайте, сколько денег сэкономлено. Душа радуется, душа поет. Конечно же, не очень получилось штукатурка у меня, это караед, но все равно как получилось. Вот эта стена, где темнее, это просто от дождя не высохло пятнами. Видимо, дождь был вот с запада, наверное. Вот. Ну, а теперь сейчас покажу, что в огороде мельком буквально. Видите, еще стоят помидоры. Перец уже все повырывало. Надо будет эти баки повыкапывать в зиму. В теплице еще спеют помидорчики. Вот. На днях собрала черри. Еще, может быть, один разочек соберу. Еще вот более-менее спеют. Выкопала морковку остатки. Морковки мало получилось. Ну, я и сажала всего два рядочка. Все потерла, потому что она вся такая некрасивая, лежать не будет. Ну, килограмма три, наверное, натерла. А здесь вот еще, видите, растут кабачки. Нашла очень вкусный рецепт. Кабачков, думаю, еще закрою. И здесь, представляете, еще цветут. Просто обалдеть. Вот цветет, и вот он завязался. Вот. Так что еще один раз кабачков закрою. С томатной пастой там. Вот. Может быть, на морожен. Может быть, закрою. Здесь у меня еще помидоры пуст. Так что вот так вот смотрится наш домик. Сейчас пройдем в терраску. Там, конечно, еще до идеального порядка далеко. Но, тем не менее, уже есть какие-то изменения. Так, сейчас двери закрывать не буду. Вот так вот ширмой... Это я нашла старую простынь. Ширмой закрыты полочки. Там на них пока бардак. Здесь вы помните, что мы обшивали вот этими МДФ-панелями, которые были у нас на потолке в доме. Потолки мы сделали натяжные. А вот этими МДФ-панелями мы обшили вот здесь вот терраску. Сейчас там инструменты лежат. Лешка покупал вот такие вот уголки на зоне. Обычную обрезную доску покупали, красили. И все. И вот полочки готовы. Конечно же, тут наведется порядок. Никаких инструментов здесь не будет. Но то, что места стало больше, это значительно удобно и комфортно. Здесь тоже Лешек сделал деревянные уголки. Сейчас я закрою и покажу вам. Я заштукатурила. Вот здесь вот еще разочек прокрашу. Так, что это такое? Попалась желтая. Я здесь прокрашу вот эти откосы еще раз. Тоже штукатуривала. Здесь ничего этого не было. Ни откосов. Были дырки. Видно было этот газоблок. В общем, здесь тоже сейчас скульптурмультур. Вот. С этой стороны убрали мы там. Было утеплено вот этой блестящей штукой. Так, сейчас закрою двери, а то они будут ветром болтаться и не будут раздражать. Сейчас я включу свет. Вот. Убрали этот утеплитель. Там был газоблок. Я заштукатурила стену и опять нанесла сюда вот эту плиточку собственного производства. вот так выглядит эта стена сейчас. Еще плитку я не красила, швы не красила. Это все еще будет делаться. Вот. Но то, что это уже вырисовывается, вот такая красота. Вот вы можете посмотреть. Здесь была старая вешалка, которую я сняла, но вешалку выбросила, но на ней были вот такие красивые крючки, которые я покрасила краской коричневой. В принципе, как вот и вот эти двери. Двери еще раз буду красить этой коричневой краской и вот эти стены. Все это одной краской. И покрасила вот эти вот крючочки. И мы с Лешиком сделали вот такую красивую вешалку. Это старая парта у Сережи, у сына была, в Москве стояла. Он на ней учился, заканчивал школу. Вот эту парту две полки с нее пошли тоже в доме. Вы их видели уже. А стол Лешик распилил на две части. Вот такие были кронштейны икеевские. Они были деревянные. Тоже я их покрасила. И на эти икеевские кронштейны мы прицепили вот эти две полки. Одна сверху, одна вот где крепят, куда крепились вот эти вот крючки. Леша купил петельки. Вот они, чтобы повесить полку. И родилась вот такая замечательная полка для одежды вешалка. И вот на этой полке будут храниться тоже коробки. Может быть с обувью. найдем с чем. Короче, эта полочка будет висеть, красоваться на этой стене, когда я ее покрашу. Здесь тоже я использовала старое крепление. Вот вы видите от штор. Карнизы были. Нашла в сарае черенок свободный, покрасила его, нашла старую простынь, нанизала на этот черенок, и вот появилась вот такая ширма. За ширмой тоже вот несколько полок, раз, два, три, четыре вот такие полки. Там сейчас стоят краски. Это все будет убираться в сарай. там еще стоит гипс. Гипс будет зимовать здесь, потому что в сарай нельзя, все возьмется комком. И из этого гипса я буду тоже делать плиточку, которая пойдет в нашу терраску для улицы. Там вот уже стоят кое-какие продукты, капуста, ну, в общем, такая холодная терраска. Холодильник у нас маленький. Морозилка большая, холодильник маленький, вы видели. Поэтому вот эти полки будут служить нам в зимнее время года. Вот так вот сейчас смотрится терраска. Повторюсь, что, конечно, до конечного результата тут надо и прибраться, и много чего еще сделать. Но уже руки дошли и до терраски, поэтому решила вам показать пока на вот этом этапе, что уже у нас получилось. Ну, а теперь я зашла в дом. Посмотрите, какая милота. Это наша шпулька. Посмотрите, как она уже выросла. Это дочка Марусина. И Маруся ее еще кормит. Поэтому я пока не тороплюсь стерилизовать Марусю. Пусть до конца докормит свою девочку. Ну, а потом съездим в больничку и все сделаем. Друзья, смотрите, вон радуга. Радуга проявилась. У нас погода 12 месяцев. Вышла собирать помидоры, полил дождь. Хорошо, что я была в теплой фуфайке и, в общем, все-таки их собрала. Собирала черри пол ведра собрала еще. Ой, смотрите, как красиво проявляется. Ну, надо же. И дождь шел, лил, и солнце светило, и вот сейчас, походу, видимо, где-то солнышко из-за точки, видите, проявилась радуга. Ну, надо же, какая красота. Ой, видите, вторую половинку не видно. Вот радуга. В общем, сегодня, чтобы видео, вы там меня просите, Лена, подольше снимай. в общем, сейчас поснимаю, покажу, что я сделала, какую красоту наваяла. Может быть, кому-то эта идея понравится. А сделала я вот такой вот ловец снов. Сейчас я отойду подальше. Вот он у нас висит теперь в спальне. Захотелось мне немножко перевести, в общем, переброситься от вязания пледа, потому что одно и то же устаешь. И за денечек я его сделала. Посмотрите, какая красота. Не знаю, получится ли у меня в этом видео, знаю же, будут вопросы, что Лена как бы это салфеточку-то эту, есть схемка. Вот постараюсь вставить в этом видео. Нажимайте там на паузу и увидите. Друзья, вот верите или не верите, но в последнюю неделю что-то я очень плохо спала, мучили кошмары. Как только я сделала этого ловца снов, может быть, это внушение, но я сплю сейчас как убитая. И снятся действительно хорошие сны. У меня ловец снов не обессудьте, он, конечно, не таким должен быть. Здесь все должно вот это вот дышать. Но я сделала его вот вы видите на картоне. Там специально сделала дырку в картоне. Говорят, через эту дырку проходят только хорошие сны, а плохие сны в общем путаются вот в этой паутинке. Паутинка у меня служит вот эта вот салфеточка. Ну и наверное вот в этих вот бубенчиках. Конечно же я смотрела много всяких мастер-классов. Вернее я даже не мастер-классы смотрела, а картинки смотрела, как можно изготовить этот ловец снов. Ну и в итоге сделала свой. Вырезала круг, вернее два картонных круга. Вот на один картонный круг приклеила вот эти вот все, что было. Я его слепила из того, что было. Видите, здесь вот и вот такие вот кисточки есть. со старой бахромы. Раньше эта бахрома у нас была. Я шила, покрывала. Но потом как-то оно надоело. Я отпорола эту бахрому и изъяла оттуда кисточки. Вот они пригодились. Потом что там у меня еще? Вот такие металические штучки. Это был раньше у меня поезд для турецких танцев. Потом вот такие балясины или как их назвать. Здесь и бусины. Вот это тоже блестящая бусина. Это из этого же пояса для турецких танцев. Вот такие бусинки белые были. В общем здесь. И конечно же вот это жгут шпагат джут. Вот это нарезала. и вот так вот всего намешала и сделала вот такие весельки. Конечно же в лучшем случае можно использовать перья. вы знаете и из кружева эти весельки делаются. Из чего только их не делают. Ну в общем я проявила здесь свою фантазию и сделала вот такой ловец. Вот эти балясины или бусинки вот такие плоские я пришила через ту же бусинку сначала пришила а потом вот это все закрылось вторым кругом то есть приклеилась ну и естественно приклеилась салфетка еще этот ловец снов у меня светится в темноте я как-то покупала светящуюся вот эту красочку вот она эта краска покупала хотела покрасить стрелки на часах чтобы ночью было видно но ничего у меня не получилось краска осталась и я покрасила вот эту салфетку в ловце снов и теперь вот эта салфеточка светится в темноте конечно я не смогу вам ее показать но очень красиво и обратите внимание на саму салфетку видите вот эти вот пирамидки их 12 у нас 12 месяцев в году а значит ловец снов будет мне поставлять хорошие романтические сны весь год специально искала такой вариант чтобы было именно 12 вот этих вот пирамидок то есть тут здесь как-то все символично ну и вот в этих штучках здесь тоже есть символика если вы знаете там число судьбы свое вот как-то можно и вот здесь тоже с числами поиграть сколько вот этих вот штучек сделать ну это конечно совсем не обязательно но я заморочилась и сделала вот такой волшебный ловец снов вы знаете помогает друзья на самом деле все это работает может быть это зависит от того верит кто в это или не верит но теперь вот такая штучка у меня вот красуется в этом месте в нашей спальне шторы сейчас у нас вот так вот прячутся потому потому что наша малышка шпулька любительница полазить по этим шторам пока вот живем вот в таком стиле все открыто все спрятано чтобы меньше было желание полезть на шторы красивей красивейший плед это то что уже сшито здесь 24 мотива 11 мотивов уже связаны останется связать еще один мотив чтобы можно было сшить еще одну полоску из 12 мотивов вот они эти 11 мотивов сегодня я сошью еще один и буду сшивать между собой и еще пришивать эту полоску короче мне останется связать до окончания пледа еще получается 13 мотивов и потом обвязка пледа с бахромой работы еще много но потихонечку потихонечку все это продвигается здесь пряжа кабле спонсором пряжи был магазин мир вышивки и 5 моточков я докупала за свои деньги потому что мне не хватило на полноценное покрывало сначала я хотела просто связать плед ну а потом решила связать полноценное покрывало на вот эту кровать в нашу спальню уже была связана полоска для кухни подушки тоже из этой пряжи только другого оттенка вот я имею ввиду вот эту работу это та же самая пряжа каблей чистый хлопок и вот такая накидочка полосочка вот такая для кухни это вы уже видели просто напоминаю что пряжа так запала так понравилось что я вот решила связать текстиль для дома из этой пряжи теперь хочу вам рассказать еще об одной ошибке ошибочной покупки помните я вам говорила что я купила зеркала вот которые должны были висеть вот с одной и с другой стороны приезжал лешек на один денечек привез наконец-то я так ждала этот день ждала эти зеркала но по итогу получилось что зеркала можно было бы и не покупать уж слишком они получились большие но вот именно на эту стену как я планировала с одной и с другой стороны это был бы дерибас это было некрасиво это было нагромождение и вообще это не то но я не жалею зеркала красивые одно зеркало заберет Анечка к себе домой когда доделает там ремонт в свою спальню а второе зеркало мы сейчас я вам покажу куда мы его применили а применили мы его вот здесь это комната и рабочий кабинет и гостиная и вот посмотрите как это сейчас смотрится здесь как это расширяет пространство особенно когда закат вот в этом окне и он отражается в зеркале эта комната просто залита солнышком очень ну поскольку комната как пенал она длинная немножко расширяет теперь зрительно это зеркало купила я его в магазине хофф посмотрите какое оно красивое очень красивое зеркало но в то место куда я планировала оно никак не подошло оно метр тридцать три в длину и вот здесь семьдесят четыре сантиметра оно очень очень большое сейчас я вот так вот покажу с этой стороны вот так сейчас расширяется пространство этим зеркалом конечно же в него смотреться мы будем редко ну потому что это некомодное зеркало а вот именно как для расширения пространства оно просто идеально подошло ну а второе такое же зеркало там стоит оно упаковано мы решили что Анечка его заберет себе посмотрите очень красиво прям такая под дерево хотя это пластик но не скажешь что это пластик сейчас это зеркало стоит около 10 тысяч покупала я его за 3 300 последнее забрала и Лешек привозил его из Москвы потому что из Липецка на Липецком складе в магазине Хофф их этих зеркал уже не было так что не жалею не жалею но вот если бы я очень долго искала куда его прицепить никуда оно не шло а потом вот эта стена просто идеально подошла для этого зеркала все мои хорошие заговорилось много всего наговорила вот так выглядит сейчас наша спальня с этим пледом будет еще красивее даже не плед а покрывало вот я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых или не очень скорых встреч но видео потихонечку будут выходить все мои хорошие пока пока с вами была Елена Ситникова